11 марта 2023 года. Экономика современной России. Валентин Катасонов. Где признаки нового цикла роста экономики в России? Призывы к объявлению военно-экономической мобилизации звучат все сильнее. По данным Росстата, сокращение ВВП России, по сравнению с 2021 годом, составило 2,1%. Эту цифру 21 февраля назвал в послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин отметил, что российская экономика сумела адаптироваться к условиям санкционной войны коллективного Запада. Целый ряд российских СМИ отреагировали на обращение президента РФ к Федеральному собранию полными оптимизма материалами, используя словосочетание «новый цикл роста экономики». Между тем серьезной перестройки управления экономикой страны не проведено. Самым оптимистичным, как это ни странно, оказался прогноз Международного валютного фонда, который дал оценку прироста ВВП РФ по итогам 2023 года, равную 0,3%. Банк России дал прогноз в очень широкой вилке от плюс 1% до минус 1%. Минэкономразвитие предсказал в 2023 году падение ВВП на 0,8%. О том, что никакого нового цикла роста экономики и никакого экономического рывка нет, свидетельствуют и данные Росстата по итогам января 2023 года. Индекс базовых отраслей экономики в первом месяце года составил 97,5. По отношению к январю прошлого года, индекс промышленного производства – 97,6. Гораздо более удручающими оказываются индексы, рассчитанные как отношение производства в январе 2023 года к декабрю 2022 года. Январские индексы имели следующее значение. Производство базовых отраслей экономики – 72,1. Производство всех отраслей промышленности – 80,6. Производство добывающей промышленности – 93,3. Производство обрабатывающей промышленности – 69,7. Особенно тревожно выглядит динамика обрабатывающей промышленности, которая в январе обвалилась более чем на 30% по сравнению с декабрем 2022 года. Никакого задела, я имею в виду инвестиции, для экономического рывка, в 2023 году, в прошлом году сделано не было. Росстат в своих последних обзорах подтверждает, что на воловое накопление в прошлом году было использовано 22,2% созданного волового внутреннего продукта. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был выше 23,4%. Между тем, согласно майскому президентскому указу, 2012 года, накопление основных фондов к 2018 году должно было увеличиться до 27% ВВП. Это минимальный уровень, который необходим для того, чтобы российская экономика шла хотя бы вровень с мировой, по оценкам МВФ, средняя по миру норма накопления составляет около 25%. Некоторая часть волового накопления в прошлом году осуществлялась в виде прироста запасов материальных оборотных средств, в первую очередь запасов сырья, полуфабрикатов и тому подобное. Эта часть накопления составила 1,6% ВВП против 3,5% в 2021 году. То есть идет сокращение материально-ресурсных резервов российской экономики. Безобразно низкий уровень волового накопления в российской экономике свидетельствует о том, что никакой экономической мобилизации не проводится. Термин «мобилизационная экономика» до сих пор табуирован в эшелонах российской власти. Делается все возможное, чтобы сохранить существующую уже три десятилетия модель экономики. Она зиждется на трех столпах. 1. Так называемый рынок, означающий полную либерализацию и не допускающий серьезного вмешательства государства в сферу экономики. 2. Приоритет такой цели экономической деятельности, как получение максимальной прибыли. Эта цель неизбежно подавляет все другие возможные цели, в том числе цель наращивания военной мощи России. 3. Частная собственность на средства производства, в том числе в стратегически важных отраслях экономики. Если все называть своими именами, речь идет о модели зависимого капитализма. Экономическая мобилизация неизбежно поломала бы эту модель, чего больше всего и боится пятая колонна. Взять ту же частную собственность на средства производства. Это ведь та собственность, которая некогда была государственной, но в результате чубайсовской приватизации 90-х годов была похищена у народа. Постановка задачи экономической мобилизации неизбежно потребует пересмотра бандитской приватизации и восстановления мощного государственного сектора. Надо признать, оппортунистическая политика экономической адаптации приведет нас к поражению в войне. Призывы к объявлению в стране военно-экономической мобилизации звучат все сильнее. Последний раз такой призыв прозвучал 3 марта. Член комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Справедливая Россия-Патриоты», за правду Дмитрий Кузнецов, обратился с обращением к секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву и председателю правительства Михаилу Мишустину. Суть обращения – перевести российскую экономику на военные рельсы, резко увеличив государственный оборонный заказ «ГОС». Обстановка требует от нас включения всех ресурсов России. Будем делать все для победы. А что сегодня, сейчас, мы, граждане России, можем и способны сделать для победы, опираясь на мнение экспертов, рекомендовать правительству РФ задействовать весь экономический потенциал страны, обеспечить скорейший переход на экономику государственного оборонного заказа, говорится в обращении. Предложено резко расширить понятие «ГОС», включая в него закупки не только оружия, военной техники и боеприпасов, но также продовольствия, медикаменты, одежду, другие виды гражданской продукции, необходимые нашим военным на Украине. Минпромторгу РФ рекомендовано расширить список отраслей и предприятий, прямо участвующих в ГОС. Это должны быть не только поставщики конечной продукции, но также супоставщики, снабжающие предприятия ОПК, комплектующими, сырьем и полуфабрикатами. Минфину РФ рекомендовать организовать выпуск облигаций победы и обеспечить доступ к их приобретению всем гражданам РФ, желающим прямо участвовать в поддержке защиты нашей Родины. Еще одна новость. В середине февраля правительство направило на экспертизу законопроект о внесении изменений в федеральный закон о государственном оборонном заказе. Эксперты уже окрестили его возвратом к советскому опыту. Когда он будет принят, все этапы исполнения ГОС попадут под государственный контроль. Будем надеяться, что количество перейдет в качество и критическая масса нормативных документов, касающихся ужесточения режима ГОС, превратит рыночную экономику в мобилизационную.